Я могу трансформировать звуки в другие или вернуть назад. Еще раз напоминаю, я использую инструмент Виско в каждом своем проекте. Эти пресеты звучат оригинально, креативно, подходят как для хаос-стилистик, так и для техно. Друзья, добро пожаловать в Музыкальную Академию Резонанс. Меня зовут Иван Романовский, и в этом видео я хотел бы обсудить с вами инструмент инновационный под названием Виско. Это плагин, который работает с драм-секцией. И сразу хочу предупредить, это не просто какой-то сэмплер. Этот инструмент может работать с вашими сэмплами, трансформировать их на лету. Внутри содержит большое количество инструментов для модификации звука, и он является инновационным, визуально очень красивый и удобный для работы. Я его использую в своих треках, потому что он звучит очень оригинально, характерно и дает мне много возможностей по управлению звука. Давайте знакомиться. Инструмент Виско — это сэмплер, который работает с сэмплами драм-секции. И слева мы видим 8 падов, которые содержат разные звуки. Каждый звук вы можете индивидуально послушать, отобразить в центральном окне плагина. Внутри, в центральном окне, мы видим вот такой квадратик, в котором расположен звук в виде капли. Эту каплю мы можем трансформировать с помощью модификаций, которые есть внутри. А также мы можем вручную с помощью инструментов воздействовать на характер звука, на его длину и мощность. 8 пэдов содержат разные звуки, которые мы можем трансформировать в другие звуки. Здесь есть ручка трансформации. Когда вы включаете звук, используя ручку трансформации, вы можете перейти плавно по спектру сигнала в другой звук. На выбор вам предоставляется один источник сигнала, например, Simple Kick и Kongo Low. Вы также можете выбрать из существующих сэмплов, встроенных в этот инструмент любой другой сэмпл и трансформировать один звук в другой. Очень плавная трансформация, которая обеспечивает плавный переход из одного сэмпла в другой с помощью спектра сигнала. Сэмпл, который мы с вами слышим, в этом окне отображается в виде капли. И на каплю вы можете воздействовать внутренними инструментами, например, растягивать звук магнитиком, его направлять в определенную точку. Это меняет сам тембр звука. По оси X у нас работают частотные характеристики, то есть если вы правее делаете, то у вас звук приобретает тембр высокочастотный. По оси Y у нас удлиняется звук. Если мы его тянем вверх, то звук становится более длинным. Каждый индивидуальный пат, который содержит звуки, вы можете также заменить на любой другой сэмпл, либо перенести сэмпл из вашей библиотеки. Тот сэмпл, который вам больше всего нравится, вы можете его загрузить прямо в инструмент и получить результат управления этим звуком, что обеспечивает невероятное количество возможностей по управлению и сэмплированию, перестраиванию, трансформации ваших сэмплов. Запомните, что использование драм-секции это лишь первый шаг, пример, который вы можете расширить, используя в этом инструменте также синты, пады, басовые партии. Представьте, насколько сильно они могут меняться с помощью внутренних модификаторов. Давайте познакомимся с модификациями. Расположенная в правой части инструмента, когда вы создаете какой-то звук, вы можете управлять его длиной, делать его более коротким или более длинным на лету одной ручкой, также менять его тон, контраст повышает яркость или делает звук более глухим. Денсити увеличивает плотность частот или тембр, который вы используете при создании звука. Эти все параметры влияют на спектр сигнала, очень гибко изменяют структуру звука. Вариации также дают возможность менять тембр звука в зависимости от воспроизведения, то есть как часто вы воспроизводите, он чуть-чуть будет меняться по структуре. Каждый раз он будет обладать некоторыми другими характеристиками по звуку. Вариации дает возможность более разнообразно привносить сэмплы драм-секции, чтобы они не звучали одинаково. Внутри инструмента есть возможность включить полифонию, управление длиной звука, а также плотностью сигнала. Более подробную информацию вы можете получить, наводя мышку и читая дополнительный раздел информации в левом нижнем углу. А также вам доступно в разделе вкладки VSCO дополнительный мануал, который вы можете почитать и поизучать структуру воздействия на этот инструмент. Здесь есть все дополнительные вкладки, все объяснения всех параметров и возможности этого инструмента. VSCO содержит также вариант управления сэмплами с помощью velocity. Это очень хороший раздел, который позволяет в зависимости от динамики velocity вашего сэмпла менять структуру звука. Например, вы можете выбрать трансформацию звука, и чем громче вы нажимаете клавишу, тем сильнее трансформируется звук в другой источник сигнала, который у вас здесь, к примеру, выбран. Мягкость трансформации вы также можете настроить управление вот этой огибающей и в зависимости от ее местоположения. Тихий уровень velocity будет воспроизводиться по-другому, громкий уровень velocity будет менять тембр сигнала. К примеру, давайте возьмем том и попробуем играть разные velocity. Во вкладке VSCO вы можете поменять тему на более яркую или классический вариант — это темная тема. Вы можете также загружать новые темы или поменять размер инструмента, если он слишком маленький для вашего экрана. Модификаторы, которые расположены справа, они открываются в каждом отдельном паде для каждого отдельного сэмпла. Эти модификаторы также содержатся еще на нижней панели, которая управляет всеми звуками драм-секции. Вы можете привязать к темпу вашего проекта с помощью вот этого значка-замочка, либо отвязать от темпа проекта и выставить темп вручную. Чтобы воспроизвести драм-секцию, нажмите кнопочку «Плей». Либо нажмите на замочек, прикрепите к темпу вашего проекта и запускайте драм-секцию с помощью нажатия на пробел. А также останавливайте таким же способом. Это обеспечивает более гибкий переход и использование драм-секции в ваших проектах. А теперь давайте обратимся к остальным разделам. И самый главный раздел по управлению рисунком драм-секции находится в разделе «Sequence». Внутри этого инструмента содержит возможность управления рисунком драм-секции. И справа в углу есть функционал, который обеспечивает случайный набор сэмплов или случайный рисунок, который вы можете периодически менять. Рисунок, который вы здесь видите, вы можете экспортировать в виде MIDI-клипа. Нажатием левой кнопкой мышки на экспорт MIDI появляется файлик, который вы переносите на MIDI-дорожку. Этот файлик содержит в себе рисунок драм-секции, который вы видите внутри инструмента VSCO в разделе «Sequence». Этот рисунок вы также можете воспроизвести, послушать прямо из инструмента. Справа содержится вариант управления этим секвенсором и возможность правой кнопкой мышки удалять какой-то рисунок, создавать этот рисунок вручную, делать звуки более короткими или более длинными. Также есть возможность управлять длиной каждого отдельного паттерна. Вы можете создать более вариативный набор рисунков, который не подчиняется основной метрике, и это будет оригинально звучать с каждым воспроизведением. Нажатием правой кнопкой мышки вы можете «Clear All» удалить весь рисунок драм-секции и использовать этот инструмент, создавая внутри медиклипа свой рисунок, как вы видите, звучание этих звуков. При экспортировании медиклипа не забудьте удалить весь рисунок внутри секвенсора. Это поможет вам управлять медиклипом, звуками и нотами внутри Ableton Live, не отвлекаясь на рисунок, который звучит из инструмента VSCO. Давайте попробуем. К примеру, мне хочется управлять этим рисунком. Я нажимаю «Export медиклип», сдаю рисунок внутри Ableton Live. Теперь я правой кнопкой мышки могу стереть весь рисунок из инструмента VSCO. При воспроизведении медиклипа я получаю звучание всех сэмплов, которые у нас воспроизводятся из инструмента VSCO. Медиклип, который вы экспортировали из инструмента VSCO, из секвенсора, вы можете легко перенести на драм-реки, встроенные в Ableton Live, и ноты будут располагаться на тех же самых типах звуков, которые использовали в инструменте VSCO. То есть вместе они интегрированы таким образом, что рисунок из инструмента VSCO будет работать для Ableton встроенных драм-китов. По той же аналогии, если вы нарисовали какой-то рисунок драм-китом, встроенным Ableton Live, вы можете перенести этот набор MIDI-нот на инструмент VSCO и получить такой же набор звуков, который звучит по тем же самым ячейкам. Теперь вам достаточно менять библиотеку встроенных пресетов, удалять рисунок в секвенсоре и запускать клип, чтобы получить оригинальное звучание, которым можно управлять с помощью инструмента VSCO. Внизу инструмента мы видим ручки в панели макросов. Это ручки, которые вынесены из основного раздела, самые важные ручки, которые влияют сразу на все пады. То есть все пады вы можете трансформировать, можете удлинять, можете менять частоту, можете менять контраст и плотность. Давайте попробуем и используем эти ручки для изменения звучания нашего клипа. Теперь, управляя ручкой Transform, я могу трансформировать звуки в другие или вернуть назад. Таймскейл ручка позволяет удлинять звуки или укорачивать. Менять с помощью ручки Frequency частоту. Повышать контрастность и плотность нашего сигнала. А теперь познакомимся с разделом модуляции и микшерного пульта. Внутри инструмента VSCO есть раздел модуляции, который позволяет вам управлять модуляциями перехода из трансформирования из одного источника в другой источник, и как мы наблюдаем сейчас в реальном времени у нас происходит трансформация звука. Это происходит благодаря разделу модуляции. Мы можем выбрать источник трансформации, можем цель трансформации выбрать, а также степень трансформации, либо какие-то другие параметры менять внутри инструмента. Можно менять по отношению к графикам огибающих envelope, это attack decay sustain release, которыми мы управляем структурой звука, либо с помощью LFO-модуляции, которые мы наблюдаем в виде какого-то цикла, повторяющегося фигурки, которая влияет на изменение какого-то параметра. Скейлер также умножает воздействие модуляции или уменьшает воздействие модуляции. В данном случае может быть колесо модуляции на вашем инструменте, которым вы дополнительно можете приумножать или приуменьшать модуляцию, предварительно настроенную в этом инструменте. Модуляции можно выключить, если вам не нравится изменение звука и использовать его более статичное звучание. И финальный раздел, который находится в VSCO, это раздел микшерного пульта. Этот микшерный пульт обеспечивает полный контроль по громкости, эффектам обработки, панорамированию и другим параметрам. Давайте посмотрим, что нас там ждет. В разделе микшерного пульта вы можете увидеть отдельные пады и возможность настраивания их по громкости разделом Amplifier, панорамированию на левый или правый канал, стереорасширению с помощью ручки With. Если вам нужно обеспечить более широкое звучание драм-секции, что нам часто требуется, вы можете сразу здесь это настроить. Также есть встроенный фильтр, который фильтрует часть сигнала. Amplifier усиливает громкость. Панорамирование направляет сигнал на левый канал или на правый канал. Стереорасширение делает звук более широким или более монофоничным. А также есть посыл на эффекты. Это Send 1 и Send 2, которые вы можете рассмотреть в правой части микшерного пульта. Здесь вам дается возможность использовать хорус, реверберации, дилеи и дополнительные эффекты с пресетами обработки. Настраивать длину. В разделе Main вы найдете общие эффекты обработки, которые используются для компрессии, сатурации, лимитирования, для усиления звука, придания ему более выразительного звучания. И они работают очень классно. Звук становится богатым и фирменным по звучанию. Но если вам не хватает этих эффектов или они вам кажутся слишком выразительными и вы хотите использовать свои эффекты, вы в любой момент можете назначить любой сигнал на выходящий сигнал обработки. С помощью вот этой вкладки вы можете выбрать, например, посыл на какую-то шину обработки. Выберем Bass 1. И наш звук, который у нас находится наверху, теперь он звучит на выход на канал Bass 1. Если мы хотим его обработать индивидуально, мы создаем аудиодорожку, включаем панель входа-выхода и выбираем источником сигнала Visco 1. И в нижней вкладке нам доступны теперь разные шины. И мы получаем наш сигнал на шине Bass 1. Можно ее выбрать. Включить монитор In. И теперь звук, который мы воспроизводим, будет воспроизводиться на отдельном канале аудио, который мы, конечно же, можем обработать своими эффектами эхо, реверберации и подобными другими эффектами. Visco содержит в себе также большой набор пресетов, которые вы можете на лету менять с помощью кнопочки Random. Random находится в правом верхнем углу, выглядит как игральные кости. Если вы нажимаете на эту кнопочку, у вас появляются разные рисунки. Вы так на лету можете их менять. И есть доступ к большому количеству пресетов. Эти пресеты звучат оригинально, креативно, подходят как для House Stilistik, так и для техно. Ну и последнее немаловажное, что стоит упомянуть. В Ableton Live есть специальная возможность конвертировать сэмплы в драм-секцию. И из любого чужого аудио-сэмпла вы можете извлечь этот рисунок. Предварительно на меди-дорожку нужно загрузить инструмент DrumKit или Visco. Аудио-сэмпл перенести на дорожку с этим инструментом. У вас появляется визуальный контроль излечения нот или гармоний, а также излечения драм-секции. Если мы имеем дело с драм-секцией, то можно попробовать излечь рисунок драм-секции. Это драм-секция, которая у нас звучала в аудио-сэмпле. Теперь в драм-ките, встроенном Wableton Live звучит таким образом. По такой же аналогии мы можем извлечь рисунок и при использовании инструмента Visco. Теперь рисунок, который у нас получился, мы можем воспроизвести с помощью встроенных сэмплов и контролировать с помощью встроенных ручек макроса. Давайте попробуем, послушаем, что у нас из этого вышло. Но перед тем, как мы запустим этот медиклип, нужно убедиться, что в разделе секвенсора вы стерли рисунок драм-секции, чтобы у вас не было двойного звучания. Давайте попробуем послушать и сравнить, что у нас получилось и как мы можем это теперь использовать гибко в создании своей драм-секции. Вот сэмпл, который у нас был в оригинале. И этот рисунок мы скопировали и воспроизводим с помощью инструмента Visco. Надеюсь, это видео для вас было полезным и вы нашли для себя что-то вдохновляюсь и что-то интересное. Еще раз напоминаю, я использую инструмент Visco в каждом своем проекте, потому что он меняет звучание, дает новые идеи, позволяет мне использовать даже мои сэмплы для трансформации или подобных эффектов переходов. На этом все. Подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик, чтобы быть в курсе событий новых видеозаписей, которые мы для вас предоставляем. А также не забывайте, что музыкальная академия и резонанс — это не только YouTube-канал, но и также академия, в которой вы можете научиться писать музыку. Если вы до сих пор мечтаете писать музыку, пора уже переходить от мечтаний к делу. Записывайтесь в наш поток по обучению, который стартует совсем скоро, и получайте всю необходимую информацию. Занимайтесь творчеством, получайте от этого наслаждение, и я вас жду на курсе. Увидимся!